АВТОРСКОЕ ТЕЛЕВИДЕО 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 Светлая душа, чистая душа Светлая душа, открытая душа А с другой стороны Что из себя представляет твоя душа? У меня нет души, не знаю, что она представляет Такой, как вы ее представляете, у меня такой мир Вы все почувствовали вибрацию его души Мы, в общем, колотим его довольно давно Павел, голову поднимите Поднимите голову, я прошу вас Лучше пожалеть тех людей, которые жалеют Жалость это неблагородное чувство Когда человека жалеют, тем самым его синтромизируют на то, что он такой бедный несчастный И что у него все впереди Лучше сказать, что у вас уже все давно позади Что касается современной жизни То и вот это-то поколение было вообще Не только что от религии Вообще от христианской цивилизации оторвано И, соответственно, уже их дети в особенности Добрый вечер, Акуна Матата Сегодня поговорим об очень серьезных проблемах нашей жизни Говоря мы, я имею в виду наших зрителей Две трибуны На одной трибуне представители молодого поколения На другой более зрелого То есть, как бы, отцы и дети И, соответственно, наши ведущие Тоже представители отцов и детей Отец это кинорежиссер Владимир Грамматиков И сын Грамматиков Егор, здравствуйте Здравствуйте, Игорь Мы рады приветствовать вас Здравствуйте, Игорь Мы рады приветствовать трибуны детей И трибуны отцов И есть у меня вопрос на засыпку к Егору Егор, какую музыку ты слушаешь? Музыкальных кумиров у меня нет Вкусы мои с годами менялись Меняются они и сейчас Скажи, а какую музыку слушаешь ты? Кумиров у меня тоже на сегодняшний день нет Ну, в 60-е годы, безусловно, это было Битлз А потом такой огромный провал И, тем не менее, мы знаем, что такое явление существует Как музыкальные фанаты Они были всегда таланты и поклонники Они были в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы Я думаю, что мы по пути постараемся исследовать В нашей передаче, что же такое фанат 90-х годов Дело все в том, что не все они себя считают фанатами А вот кем они себя считают и как они себя называют Я думаю, мы попробуем разобраться в рамках нашей передачи Да Давай, я пойду ко взрослой трибуне, а ты иди к молодым Нет, уж давай наоборот Ты иди к своим, а я к своим Что нам делать с этими фанатами? У меня вопрос, прежде всего, к твоей трибуне Какие музыкальные кумиры у вас есть на сегодняшний день, дорогие мои? Я очень люблю Юлиана Ана Буни Лет Зепелин Апы, Алла Пугачева, Меонки Мы когда молодые были, сейчас видит аксо и группа Кино Группа Киз продаст лост Дорогие ребята, есть ли у вас с вашими родителями общие кумиры? Мы с мамой вместе слушаем Продиджи Мы с моим отцом премся просто от Квин и Юрки Шевчука А я и мама обожаем просто группу На-На На самом деле, мои родители никогда не одобряли мою музыку Они говорят, их психами и идиотами называют Потому что они кричат, бегают, прыгают Панки, индастриал, металл, это все вместе взятое У меня родители противятся, но они вынуждены слушать то, что слушаю я А разделяете ли вы пристрастие своих детей к музыке, которую они слушают? У меня дочь, ей 13 лет И вкуса как-то я пытался себя привить в детстве Поэтому у нас не одинаковые вкусы в этом плане Она очень любит Алтона Джона, она любит Куин Она любит Питлс Так же, как и я Очень странно, что находясь среди песен Сергея Никитина, Виктора Берковского, Акуджавы, Висбора Мой сын слушает Калугина Увлекается шотландской музыкой Но на Битлс мы с ним сходимся Вы пытаетесь найти точку соприкосновения родителей и детей Но любой ребенок имеет право на самостоятельное развитие Духовное, музыкальное и так далее Мне кажется, что это просто не тактично Родители не должны искать какие-то точки соприкосновения И путем именно навязывания Потому что это скрытая форма психологического давления на ребенка Получается так, что вы навязываете своему ребенку собственные искусства Не выходит так? Я думаю, что это выходит всегда и везде без исключения В каждой семье Если человек слушает то, что звучит из колонок магнитофона Родители обычно слушают Я имею в виду, что человек, который любит что-то, он это и слушает То ребенок вынужденным образом слушает то же самое Естественно, я не буду ставить в эту музыку, которая мне не нравится Поэтому вынужденно это происходит везде Вы живете в согласии с музыкальными вкусами ваших детей, а может быть и внуков? В общем-то, конечно, я живу в согласии с тем, что сейчас играет, слушает Мне только обидно за то, что молодое поколение сейчас не сказало ничего о той музыке Которая для нас являлась настоящей Я имею опять джазовую музыку Ни одной фамилии, ни Глен Миллер, ни Дюк Лингтон, ни Стэн Кент Ну хотя бы одну фамилию назвали бы не от этого Как будто бы пропало Это пробел в нашем воспитании Ну а на чем воспитывается наша молодежь, мы сегодня узнаем А пока я предлагаю посмотреть сюжет, который мы назвали весьма фанатки Привет, тебе, наверное, каждая девчонка пишет, что не может жить без тебя И это действительно так Начиная с твоего концерта, я уже три дня не могу думать о чем-нибудь кроме тебя В мысли ничего не лезет Я все время думаю только о тебе Не сплю, не ем А если удается уснуть, перед глазами только ты Мне никто не нужен, только ты Может быть, действительно это любовь? Не могу же я заставить тебя разлюбить тебя? Ты, наверное, думаешь, еще салак мне не хватало Ну что теперь сделаешь? Видно, это судьба Писать тебе, что я повешусь или выкинусь из окошка, я не буду Ведь это так глупо Я буду надеяться и ждать нашей встречи И еще Тебе передают привет моя подруга Аня Ты ведь и ей очень нравишься Мы с ней вместе ходим и страдаем, как две тени Пока Целую Вечно твоя Лена Я только добавлю, что это настоящее письмо настоящей фанатки своему кумиру Тоже настоящему Кумиры приходят и уходят, а те, кто их создают, существуют всегда Шарль Азнау Итак, я думаю, что нам нужно переходить к героине Давайте мы заберем ее АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу вам представить Ксюшу Фанатку одного из популярных певцов Я учусь в балетной школе Так получилось, что мы очень часто выступаем со многими артистами И это было еще где-то два с половиной года назад И мы выступали с Маликовым Я как-то была абсолютно равнодушна к нему, к его творчеству Но когда такое ощущение было, что я стояла за кулисами И как-то предчувствовала, что что-то должно произойти Я стою и тут вижу Маликов И когда он вышел на сцену и запел свою первую песню У меня как внутри что-то перевернулось, может быть Но я еще раньше была очень такой скромной девочкой, может маленькой И я даже не знала, что делать Я просто стояла, молча на него смотрела А потом думаю, что я должна быть, как все остальные фанатки У меня была все какая-то одна фотография Что я должна сидеть дома, молиться на нее, проливать свои слезы И я такой человек, в принципе, что я поставила себе цель Во что бы то ни стало, познакомиться с ним В принципе, для этого нужно было время Ну, прошло где-то полгода И я увидела в одной газете, что Маликов будет выступать в одном из московских ночных клубов Ну, я вроде понимала, что я еще какая-то маленькая Мне 14 лет только исполнилось Я думала, как я пройду? Потом думаю, нет, это мой последний шанс Я должна была это сделать Я приехала, конечно, первый раз какие-то были цветочки у меня Но мне очень хотелось его увидеть И я уговорила всю охрану, которая там была Чтобы меня туда пустили Там, конечно, и вранье было, и все, что только можно Я выдала, что мне 18 лет Ну, охранники немножко поломались, поломались Но все равно они меня туда пустили Весь концерт первый я стояла с такими завороженными глазами Смотрела на него А потом так подумала, что просто так смотреть я еще долго не смогу И решила как-то поближе с ним познакомиться И вот после концерта я пошла за кулисы Меня, естественно, никто туда сначала не пускал Потому что я была вообще никем Ну вот, и тут я поговорила как следует с охраной Мне сказали, ладно, хорошо, ты туда пойдешь За мной вышел молодой человек и говорит Ладно, сейчас я тебя отведу к Маликову И у меня какое-то, я не знаю, сердце так быстро забилось И тут я себе сказала в какой-то момент стоп Потому что я поняла, что если я сейчас на него налечу с диким криком Там, Димочка, Димочка, я тебя так люблю Там, ты у меня единственная неповторимая Что все может крупно обломаться Потому что так, с такими вопросами Таким образом подходят к нему очень многие Я наоборот решила как-то выделиться не тем, что я как-то громче крикну, чем остальные Как-то крепче обниму, чем другие Я просто решила подойти спокойно Я подошла, время было в 3 часа ночи Дим, конечно, очень удивился Как можно в 3 часа ночи Девочки вроде такой еще далеко не совершеннолетние Пройти в ночной клуб Ему, видимо, может просто тоже стало интересно Как я, каким образом там оказалась Вот мы познакомились с ним Я помню, это было 4 июля 96-го года И мы стояли с ним, очень долго разговаривали Он смотрел на меня абсолютно не как на фанатку А как просто, не знаю, как на друга, что ли Рассказ очень интересный Но хочешь, чтобы все-таки люди поучаствовали в этом разговоре Я думаю, в процессе вопросов, Ксюша, ты и дальше продолжишь свою историю Пожалуйста, Егор, начните вы Что нам делать с этими фанатами? Ксюша, если бы ты попала на концерт другого исполнителя Ты бы также от него фанатеяла? Нет, почему? Я хожу не только на Диму Малькову Я хожу очень на многие группы И не фанатею Мне просто нравится Что тебя привлекает вообще в Малькове? Ну, после того, как мы с ним познакомились И как я только начала ездить на концерты Естественно, у меня было какое-то желание просто постоять Послушать, посмотреть на него со стороны Для меня же это раньше было просто как картинка Но сейчас я просто езжу достаточно часто на эти концерты И мне просто именно интересно само общение с ним С ним работают просто очень замечательные люди Которые мне помогают Пожалуйста, Роман, помогите, разверните нам, Ксюшу У нас есть вопрос Нет, давайте по очереди все-таки, дорогие Так, пожалуйста Ксюша, скажите, пожалуйста Какая ваша конечная цель? Моя конечная цель? У меня очень большое желание войти к нему в балет Пожалуйста, вопрос от молодых А вот смотри Вот если бы Дмитрий Маликов пел бы не поп-музыку какую-нибудь А какой-нибудь там рок Там хэви-метал Там еще панк Как бы ты к нему относилась бы? Нет, я думаю, просто если бы он какую-то другую музыку пел Я бы изначально просто не пришла на этот концерт Потому что у меня, ну, другие интересы, на самом деле Мне не нравится такая музыка Какие отношения у тебя с Дмитрием Маликов? Чисто дружеские или у вас что-то более близкое? Если чисто дружеские, то тебе этого хватает? У нас отношения чисто дружеские Я не собираюсь портить их Потому что мне с ним еще как бы жить, может быть, даже работать Ты знакома с его женой, как-то с его семьей И как она вообще реагирует на то, что с тобой общается? Все-таки ты девушка видная, симпатичная Нет, просто неестественно я знакома уже с его женой, с его семьей Так получилось, что после где-то полугода, как я стала ездить на концерты Я поняла, что рано или поздно я все-таки столкнусь с этим Я же не могу вот как-то только «я Дима, я Дима» Как-то получилось, что все-таки они его родственники Они же тоже приезжают на концерты Но я поняла, что если мне придется с ним еще общаться какое-то время Что мне нужно с ним поддерживать хорошие отношения Потому что я ничего в этом плохого не вижу Пожалуйста, разверните нам Ксюша, у нас есть вопрос Пожалуйста, чем он тебе привлекательнее? Какое высокое духовное наслаждение ты получаешь, когда видишь его Говоришь, общаешься с ним в одной комнате и так далее? За то время, которое я общаюсь с ним Точнее уже не конкретно с ним, а именно с ними, с его группой Просто именно получая громадное удовольствие, как это общение с хорошими людьми С которыми интересно и есть о чем поговорить Я приезжаю, когда я сижу с ними, у меня просто какое-то облегчение Например, после тяжелой недели я прихожу ночью в ночной клуб Мы с ними сидим и разговариваем, мне просто становится, не знаю, легче, что ли Я могу с ними душу свою злить, что ли, просто поговорить Они для меня как друзья стали Ксюш, а если у тебя парень, если он есть, то как оно относится к твоим отношениям? Сразу скажу, что парня у меня нет Допустим, у тебя будет муж в будущем и дети Допустим, если у тебя ребенок зафанатеет от какой-нибудь группы Какие ты предпримешь средства, чтобы его остановить? Какие-то средства предпринимать не буду Пусть он решает все сам Но я думаю, что ребенок будет мной воспитываться Поэтому просто так вот как-то фанатеть и вести себя не так, как я считаю нужным, он не будет Вот как далеко зашел твой фанатизм Вот, например, если бы с Маликовым что-то случилось Ты бы выпрыгнула из окна, там, перерезала себе вены Вот что бы ты сделала? Нет Во-первых, я надеюсь, что с Димой ничего не случится такого Но если бы даже случилось, как я ему помогу тем, что я разрежу себе вены? Разверните, пожалуйста, к нам теперь У нас есть вопрос Егор, извини Так, пожалуйста, вопрос Слушай Не кажется ли тебе, что ты, значит, в своем фанатизме преследуешь свои просто личные амбиции? То есть при помощи Димы Манликова ты хочешь стать известной, более круто выглядеть в кругу своих друзей? Может, это просто человек, который сможет мне как-то в этом помочь? Каждый человек, он как бы, ну, я не знаю, переживает или любит за своего кумира, не обязательно желая с ним, там, каких-то встреч, личных каких-то, там, или, ну, не знаю Понимаете, вы любите просто картинку, вы любите образ Почему? Вы сами надумываете, какое-то... Почему? Нет, это неправильно, почему? А что можно любить, не зная чего? Любить картинку 13 лет невозможно Можно Ну, почему? Обязательно есть любовь к музыке Вот как такие же, например, Иванушек любят в каком-нибудь Сыктывкаре, они же их не знают, они их ни разу не видели Они думают, вот, мордашка симпатичная, значит, он умный, значит, он там, добрый, значит, он просто надумывают сами себе, какой он есть А почему именно за мордашку можно любить? Вот, например, мой кумир живет в Италии, и когда он сюда приезжает, мы приходим к нему на концерты, только послушать музыку в первую очередь Понимаете, это вы, а люди в 13 лет, они даже в музыке еще не разбираются, они в первую очередь смотрят на фейс А кто ваш кумир из Италии? Тот Кутуньо А когда, кстати, знакомишься, помимо фейса, еще очень намного обращаешь внимание На что? Именно на внутреннее содержание человека, так скажем Тебе не надоел? Вот, существует много групп, я, допустим, 4 года, вот, я слушаю уже все более тяжелую музыку Я от ICD дошел до напалом Дета, до каннибала Корпса Сейчас постепенно скажу, скажу, он тебе не надоел? Нет, понимаешь, я не люблю абсолютно тяжелую музыку, ее же невозможно слышать Она бьет по мозгам, я не знаю, что она делает Я не имею вообще тяжелую музыку, а вот, как сказали, Иванушки и все остальное А я не понимаю, вот что плохого в попсе? Слушай, у меня к тебе вопрос Мне вот сложилось такое впечатление, что все вот это знакомство с Мариковым и такой фанатизм твой, соответственно, знакомство с ним, оно как-то мешает твоей личной жизни очень сильно И вот непосредственно твоя личная жизнь, она как-то зависит от него, тебе так не кажется, нет? Я не знаю, моя личная жизнь это вот в его концертах, в его съемках, в его поездках И своей нет, да? Другими словами Моя личная жизнь это жизнь на Дименых концертах Что нам делать с этими фанатами? Я сейчас смотрю, вроде бы все понятно, ситуация проясняется И все-таки давайте Вот Ксюша очаровательная девушка, но мне кажется, что она несомненная фанатка и сумасшедшая Ксюша, конечно, не сумасшедшая и правильно она делает, что любит музыку Мне кажется, она фанатка, потому что у меня, в принципе, ребенок тоже, племянница, а не по какой-нибудь группе Нана Но Ксюша, мне кажется, просто не только, вот как она говорит, он друг ей Ну не друг, а мне кажется, что-то более этого А скажите, для вас фанатка это все-таки плохо или хорошо? Ну мне вообще кажется, что это плохо Дело в том, что Ксюша не фанатка, она фэн А вы знаете, что между фэнами и фанатами есть определенная и очень большая разница Так, интересно То есть фэны, это вот как Ксюша, ей нравится сам исполнитель, ей нравится творчество Она не кидается на него, она не орет Дорогой, я тебя люблю, я очень стою тоже, понимаете? Она к нему подходит, как к человеку, нормальное существо, разумное, к нормальному разумному существу Она хочет, может быть, сделать ему что-то приятное, да? Как-то улучшить ему жизнь Она ходит на концерты, поддерживает Как же она улучшает ему жизнь, да это мы потом поговорим Ну, может быть, своим приятным обществом Подождите минуточку сейчас А фанаты, это как раз те, кто просто рыдают, если они не попадут на концерт Те, кто кидаются на своих кумерах, раздевают на них одежду Ну, вы видели, наверное, концерты группы «Нана» Как ребята там просто раздевают на кусочки Понимаете, фанаты, они режут себе вены Да-да-да, фанаты режут себе вены Они выбрасываются из окон Они очень часто кончают жизнь с умоубийством Вот это фанаты По-моему, она не фанатка и даже не фэн Понимаете, мне она немножко не так представляет Фанатки, понимаете, они как бы едят, там, мчатся за артистами, рыдают, да, плачут из-за них Но здесь мы видим, что у девушки есть конкретная цель Она вам сказала, что она хочет в будущем там танцевать у него, то есть все Поэтому с ним тусуются Ей это нравится, так проще Вот и все Понимаете, да, правильно молодой человек абсолютно говорит Я просто хочу вам сказать, что именно в его группе я нашла просто хороших друзей Людей, с которыми я очень люблю общаться И разве вот если я люблю их, люблю их как друзей Почему это разве может считаться фанатизмом? Разве это плохо? Хочу дополнить молодого человека, она не фанат Она нашла себе друга или, не знаю, или какого-то кумира из видеофильма Но не музыка, ты говоришь не о музыке Ты говоришь о Корее, ты говоришь о друзьях, о Сим Но музыку ты вообще почти не затронула Музыки нету Ты не фанат Знаете, музыка это просто началась как основа Я когда просто пришла на концерт, я же не знала, кто там с ним работает, например Первое, естественно, было пристрастие музыка Но когда вот слышишь одно и то же на протяжении двух лет, каждые выходные, по три раза за ночь Вот как-нибудь я вас с собой возьму на концерт? Откуда? Откуда ботата? Откуда ботата? Владимир Александрович, Егор, вот о Ксюше мы уже поговорили достаточно Но пусть себе фанатеют втихаря, так сказать, дело это личное, сродни сексу Но вот страшнее всего, когда фанатизм и поклонницы начинают вмешиваться в личную жизнь своих кумиров Просто досаждают им физически Это происходит сплошь и рядом, к сожалению, вот сейчас мы посмотрим видеоматериал Это скорее монолог женщины, ее зовут Саша Панфилова, ее вряд ли знаете Зато наверняка знаете ее мужа, это Константин Кинчик Фанатизм это слепая любовь, слепая любовь, она всегда плоха Я, честно говоря, не понимаю сути этого явления Каждый раз недоумение Вот приходят девушки, я говорю, девушке сколько вам лет? Тут мне просто интересно, 17 лет, ну что я, ну маразм В 17 лет уже она с бойфрендами гуляется по бульварам, правильно? Чего ходить-то? Одна девушка, например, жила под нашей дверью, ну, по-моему, года два Ну как жила? Она приходила после школы к нам в подъезд И сидела на лестнице с какими-то термосами, книгами То есть у нее была бурная жизнь Когда я спрашивала, зачем она это делает, ну просто невыносим Когда ты выходишь из квартиры, она, например, сидит И она же не просто сидит, она же наблюдает еще как бы Она слышит, о чем мы разговариваем, это неприятно Что так приходят, здрасте Что дозванивают там беспрерывно Молчат или хихикают, или говорят какой-то ерунду Это одно и то же Одинаково глупо Но они в нам пребывают в состоянии экстаза Ведь они нормальные люди при всем При этом они понимают, что, в общем-то, что они делают, ну это странно Они же это чувствуют, но желание увидеть, оно перебивает всякие вот эти вот контролирующие центры И порой люди считают, что они имеют право на личность Люблю, значит, мое Могу сказать, что любовь – это прекрасно Что уважение – это еще лучше Просто когда делаешь какой-то шаг чуть-чуть к человеку, который тебе интересен Подумай, надо ли это ему Вот и все Фанаты могут быть плохими Но ведь без фанатов Невозможно работать их поклоннику Невозможно сочинять музыку Представь себе Если вместо зала с зажженными зажигалками Их фанат выйдет и увидит чинно сидящую публику Как ты думаешь, как он будет себя чувствовать? Но, Егор, дело не только в этом Мы-то увидели изуродованные подъезды Страдания женщин, жен, детей Дело в чувстве мере Посмотри, что делается Это же нельзя спокойно жить Эти тайные звонки, эти записки под дверь Это вечное ожидание своего кумира около подъезда Это же так Я не говорю Да, Ксюша действительно не принадлежит столь фанатичному Но мы-то рассматриваем все-таки фанатов Что нам делать с этими фанатами? В нашей передаче есть очень важная позиция Один на всех и все на одного Итак, Сергей Воронов, поприветствуй его, этого смелого человека Играет музыка Что касается фанатизма, то это вещь закономерная И без нее, мне кажется, не происходит в мире И история этому свидетельствует неоднократно Что касается фанатизма в искусстве То в особенной степени Это было всегда, это есть и это будет Другое дело, что проявления бывают разные И они многим могут не нравиться Особенно, наверное, женам Или, соответственно, мужьям Тех людей, по отношению к которым эти акты совершаются А что касается поклонников и кумиров Это извечная тема Извечная проблема То есть иногда она становится проблемой Иногда она проблемой не становится Все, как мы уже говорили, зависит от степени Фанатства, фанатизма или фэнства Или поклонничества Поэтому, что касается меня самого То я, наверное, был тоже и остаюсь фанатом одной группы Которую вы наверняка знаете Это группа Rolling Stones Чем больше у человека выбор Чем больше у человека есть возможности слушать разнообразную музыку Тем, скажем, грамотнее он становится Тем более сложную музыку он слушает Или тем более простую музыку Но главное, чтобы был выбор В нашей стране, к сожалению, этого выбора очень долго не было И я думаю, что сейчас его опять нет Потому что по телевидению, как вы знаете Показывают примерно одно и то же Показывают примерно одни и те же артисты Сережа, у меня есть к вам вопрос Вот какого толка Rolling Stones уже долгие годы на эстраде Сменились ли у них поклонники, фанаты? Я думаю, что сменились Или есть люди, которые остались рядом с ними На протяжении всего времени? В начале беседы мы пытались выяснить Слушают ли родители и дети одну и ту же музыку В частности, на концертах Rolling Stones Можно было увидеть людей 40-летних и 20-летних То есть люди пришли с своими детьми Многие очень Скажем, была новая волна В 80-е годы Это было модное явление Но оно осталось в истории Сейчас ее нет Я думаю, что то же самое происходит Они приходят с модными стилями Они приходят, они актуальны на какой-то период времени А потом они уходят в историю А рок-н-ролл, он жив Он, в общем, существует на нашей планете уже многие десятилетия Я думаю, что рок-н-ролл жив и будет жить Мне нравились Rolling Stones довольно с раннего возраста Скажем, ну где-то Начиная с класса 6-7 школы И я не могу отнести себя к фанатам Которые, не знаю, вырезали Все про Rolling Stones и журналов, и газет Все ввешивали, все расписывали Но в какой-то степени, конечно, я это делал И с тех пор как-то Жизнь меня все время как-то сталкивала с этой музыкой Но я, естественно, не предполагал в те годы То есть я даже не мог себе представить, что я когда-нибудь с ними встречусь И более того, что я смогу назвать некоторых членов группы своими друзьями Это было в 88-м году в Нью-Йорке Я ехал в машине со своим другом Стивом Джорданом Известным барабанщиком И как раз он писался как раз в тот момент с Хитом Ричардом из Rolling Stones О чем он мне в машине сообщил И я как-то так У меня был легкий шок Потому что я понимал, что где-то близко Находится Кит Ричардс Человек, которого я любил уже, не зная его Так вот Кит Ричардс, с которым мне посчастливилось Познакомиться в тот же день, когда я узнал О том, что стих пишется с ним на пластинке Мы провели три ночи на студии Он как раз записывал сольный диск Я хотела бы вам вопрос задать А как относились ваши родители к вашей музыке И вообще, как они признавали вас в нативе? Ну, они относились Ну, не положительно Но они люди демократичные, в принципе Они говорили, что вот там, типа, дядя Вася Чем это сказывалось? Дядя Вася, он дипломат, но он тоже на гитаре хорошо играет Или там вот, там, Иван Иванович, он Вот, у него есть профессия, но он заодно может поиграть на гитаре тоже Извините, а если вот у вас, например, будет У вас ребенок, и он будет ярым каким-нибудь фанатом Ну и захочет какую-нибудь глупость сделать Это тоже будет нормальным? Нет, я же сказал, что все зависит от степени фанатизма То есть человек должен, в общем, оставаться Какая может быть степень, самая крайняя? Нет, ну крайняя степень может быть любой Я думаю, что если это какие-нибудь надписи на стенах И плакаты, и походы на концерты в компаниях шумных Это совершенно нормально Если человек адекватен, в принципе, неважно, чем он занимается Он не будет делать глупости Если человек неадекватен, неважно, фанат или не фанат Он пойдет резать людей на улице А скажите, это нормально в 14 лет пойти в ночной клуб Ради, вот, своего кумира Ну, это дело личное Я не педагог, к счастью И поэтому я не могу осуждать Вообще осуждать людей дело самое последнее Если человек считает, что это нормально И у него, он уверен в том, что все кончится хорошо Если он оптимист, то он не продает Сергей, скажи, а как ты относишься к данному случаю фанатизма? Ну, я не совсем согласен, что это фанатизм тоже Я думаю, что, во-первых, мы забыли одну очень важную вещь сказать вначале Что здесь речь идет вообще не о музыкальном фанатизме Потому что Ксении нравится человек И она... Да, вообще люди, да? Мне нравятся люди Которые с ним работают Которые с ним работают Вот ответ на вопрос, да? У меня произошло, как бы, у меня слияние произошло То есть для меня изначально была музыка И она остается Вы себя относитесь к фанату? Вот вам нравится Я думаю, что сейчас, конечно, я не отношусь к фанатам Нет Я отношусь к последователям Я бы хотел еще эту мысль, как бы, прокомментировать тем Что, скажем, за Rolling Stones там по миру ездят сотни тысяч людей, да? Эти сотни тысяч людей все разные То есть кто-то захочет поджечь, скажем, стадион Кто-то не захочет Это не связано с тем, фанат он Дима Маликова или фанат Rolling Stones Это связано с его личными качествами Это связано с его воспитанием Связано с его психическим, не знаю, здоровьем и так далее Поэтому нельзя все вводить в одну кучу Каждый человек индивидуально Конечно, мы пытаемся в этом разобраться Пожалуйста, верните нам нашего Сергея Спасибо огромное ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что нам делать с этими фанатами? Давайте посмотрим на эту проблему с исторической точки зрения Ведь отношения талантов и поклонников существовали всегда Современные поклонники сейчас они могут к своему кумиру броситься на шею, целоваться, буквально осыпать цветами, никто им слова не скажет А мы проходили через какие-то тернии, чтобы выразить свою благодарность на лицу И мы не смели не только, мы приблизиться не смели к кумиру к своему Весь двор был закружен поклонниками и поклонницами Ну, даже не только поклонниками, но и поклонников очень много было Так что это такая радость была, такой восторг Так что это трудно передать, это надо было все видеть Он для нас просто вот был, ну, свет, как говорится, в окне Вот, мы жили от спектакля до спектакля Вот, когда он пел «Я люблю вас соль», мне казалось, что это он мне объясняется Он меня даже и не знал Вот, представьте себя, он меня даже не знал А я в последний момент хожу и поклоняюсь его правам Мы приходим на кладбище, говорим, девочки, здравствуйте Мы чувствуем себя девочками Сергея Яковлевича Ну, скажи, чем ваше поколение отличается от нашего поколения? От ваших фанатов? Ну, да В принципе, я думаю, мало чем отличается, потому что, действительно, мы можем вспомнить 50-е годы И тогда не было таких шоу-концертов, таких возможностей, которые есть сейчас Когда вы можете танцевать, реагировать Раньше эстрадный концерт напоминал больше действия в Большом театре Но были фанаты, искренние, действительно, фанаты музыки, которые собирались у старых военных приемников группами Мы сейчас обратимся к одному из них, который расскажет, как это происходило на самом деле Пожалуйста, Максим Борисович Ну, фанатом назвать меня так, собственно, мне кажется, нельзя Я любитель джаза И говорить о джазе, как о фанатизме, с термином фанатизм, я думаю, несколько неуважительно Все-таки джаз требует глубокого понимания, уважительного к нему отношения Его надо любить, уважать и знать А уж если не знаешь, не понимаешь джаз, то это как все равно юмор Нет у тебя чувства юмора, так и джазу тебя не научат Джазу раньше не учили Джаз мы ловили с эфира, с поприемником И были музыкальные передачи в 50-е годы Ну, заграничные, конечно, исполнения Позывные, да Была такая передача Это музыка Америки Позывные Более того Более того, ведь фанаты, если так можно сказать о джазе В то время Была своя даже песня о джазе Тех, кто ловил ее с эфира Была такая небольшая песенка Когда слушаешь программу USA Только слышно из эфира door is day Только слышно в шуме джаза чуй-чуй с бэй И арн 가는 корет источный everyday Вот примерно так все выглядело Да, выглядело действительно примерно так Потому что не было ни компакт-дисков, ни кассет А пластинки были, как тогда назывались, на ребрах Трудно представить, вы даже не можете вообразить их качество Но с какой любовью каждый приносил ее домой Ставил на худенький проигрыватель или на патефон И вокруг собирались те фанаты, 5-6 человек, близких его людей И слушали их любимую музыку Да, я согласен, что в ваше время фанатеть было гораздо сложнее Спасибо вам на этом Особенно с технической точки зрения Сейчас можно компакт-диск купить в любом киоске, в любом подземном переходе А тогда за этой пластиночкой приходилось бегать и бегать Я помню, я сам переписывал с одной кассетой на другую любимую запись Есть ли у вас аналогии, как вы считаете, Ксюша, или нет? Или вы что-то отдельное, особое, фанаты 90-х? Нет, ну конечно, что-то особое Потому что другие нравы были, другое время Они сами говорят, что они боялись к нему приблизиться У них просто был любимый образ, которому они поклонялись И который они, наверное, считали вершиной всего Для них была вершина искусства То, что он делает, то, что он творит А для нас, наверное, сейчас все проще Мы по-другому смотрим на мир И я думаю, фанаты современные, они никогда не будут просто вот ходить вот так вот смотреть издалека Сейчас все абсолютно по-другому Мне кажется, что фанаты, какие были, такие остались Это старушка в сюжете, она до сих пор ходит на могилу Клепешеву Как сейчас фанаты Цоя ходят к нему на могилу Мне кажется, какие были фанаты, такие они остались Вы знаете, здесь разговор даже не о тех людях, которые как бы тащатся от тех или иных артистов А скорее даже об уровне кумира Вот нам показали сейчас Лемешева А мы говорим тут о Диме Малеке и еще о чем-то Лемешев — это наша культура Это наша история, это достояние Посмотрим, кем будет Дима Малеков через 50 лет Будут ли о нем помнить, знать Каждый имеет право слушать свою музыку Каждое поколение, у него есть свой кумир У нас свои кумиры Есть попса, есть металлика Кто что хочет, то слушает Пожалуйста, не делайте больно этим поклонникам Пап, все понимают? Я прошу, не делайте больно поклонникам Вот вас оскорбляете, это очень больно душе поклонника Он переживает за своего кумира Так подумал и решил, что вот 75 лет воздушили И не давали, конечно, вам фанатизма И вы первым клюнули на то, что вам кинуло за границу А сейчас у нас свобода идет То есть мы слушаем то, что нам нравится А не то, что нам навязали Это вы всем нам, да? Моя тинейджерская юность пришла на годы застоя, как говорится Но у нас было достаточно кумиров И мы имели из чего выбирать Так что нам никто ничего не навязывал Мы всегда решали все сами Вот вы наезжаете на наше поколение Вы говорите, что вот у вас были кумиры, вы слушаете музыку Но ведь вот вы наезжали на ту же самую попсу Но ведь и среди попсу есть нормальные группы Не проекты однодневки Вот Иванушки, На-На Вот я не понимаю, почему вы не цените наш вкус? Вот тот же самый Дима Маликов У каждого свой вкус И вы, пожалуйста, не лейте в наше поколение Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Смотришь Просто нас напугали Одну минуточку Есть вопрос Я тебе Милая девушка, есть вопрос Секунду, пожалуйста, Серёжа Я думаю, что очень ответственно говорится за все поколение Я очень сомневаюсь, что Когда вы говорите про Иванушек и На-На Что все ваше поколение разделяет ваш вкус Что нам делать с этими фанатами? У нас есть человек, который готов выйти один на всех Зовут его Дмитрий ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вы хотите защищать Ксюшу или наоборот Я захочу, я хочу защищать не только Ксюшу Я хочу защитить вообще нашу молодёжь Вот от более старшего поколения У которого убеждение различается, чем наше Мы не против, наше поколение не против того, что вы слушаете И не против того, чем вы увлекаетесь Там Маликов, скажем, Галиков, извините Вот Но нам обидно, что вы не знаете, кто такой Георгий Гранян Кто такой Алексей Козлов Кто такой Алексей Зубов Кто такой Борис Матвеев Кто такой Игорь Беровчис И, собственно говоря, может быть Это для нас сейчас, старшего поколения Какая-то отдушина Они кумиры наши Так же, как у вас есть кумиры А это наши свои кумиры И вот нам обидно, что о них вы мало знаете И мало их пропагандируют и передают А мы о ваших кумирах вынуждены знать всё Потому что телевизионный экран говорит только о ваших кумирах Пожалуйста, ещё Да, вот наши кумиры Мы их можем слушать и через 10 лет, и через 20 А ваших кумиров вряд ли мы услышим через 10, через 20 лет Нет, ну я с вами могу Что вы на это скажете, Дмитрий? Первый вопрос ввелся к тому, что Не начинаю слушать музыку, не зная её истории Насколько я понял Правильно? А потом Всё равно же развитие какое-то идёт Вперёд нельзя же на одном месте стоять И, ну, хоть мы и не знаем, как правило, большинство из молодёжи Эту музыку, но Среди наших исполнителей тоже есть довольно-таки грамотные люди Которые нам диктуют свою жизнь Своё понимание Я хочу сказать, что на этой трибуне сидят На нашей люди тоже разного возраста И что касается меня, то я чувствую себя как раз на середине этой площадки И для меня нет ничего, скажем, удивительного ни с той, ни с другой стороны Мне понятны настроения и ощущения и той, и другой стороны Поэтому я не был бы столь категоричен, как молодой человек Я предлагаю отпустить наших героев Они столько сегодня вытерпели за время этой программы И всё-таки вернуться к моему риторическому вопросу Я продолжаю считать, несмотря на то, что мы сегодня услышали в этой программе Что фанатизм — это есть сумасшествие Что нам делать с этими фанатами? Пожалуйста, спускаемся вниз на площадку Действительно, были фанаты и в 30-е, и в 40-е годы И пусть они будут и дальше Я думаю, что никто против этого возражать не будет Просто в чувство меры, как говорится Поэтому, Егор, я хочу пожать твою руку Ксюша, я хочу пожать твою руку И поблагодарить всех Я себе родителей представляю бездетными Большое спасибо Вот что он сказал На мою «Я тебя люблю» Мы тебе не ставим цель Перебить тех на земном шаре Мы себе ставим цель, не пустить их сюда Я попробовала героин в течение года Мне так удавалось его как-то раз от разу употреблять Там раз в месяц, что-то такое Но я вполне это контролировала Мы говорим о месте, где мы учимся? Или о таком юношеском клубе, куда приходим чисто пообщаться? То есть вы хотите сказать, что если меня друзья так кинули Значит, я к ним относился как свинья Я тебя содержать не буду Вырабатывай деньги как хочешь Если хочешь, здесь жить Такие взаимоотношения, на мой взгляд, могут складываться Исключительно в несвободных коллективах Когда люди не приходят в студию для того, чтобы поучаствовать в удовольствии Я говорю ей полностью точку зрения, какую я считаю И говорю о том, что я хочу жить Хотя бы сейчас, даже в 18 лет Почувствовать себя ребенком и жить в уютной семье Мальчик говорит, ну вот, ну типа Виктор Алексеевич, это моя невеста Я хочу жениться Он говорит, о бог ты мой, ты что с ума сошел? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ